Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 690. События дня. 2 Тимофея 2.8. Помни Господа Иисуса, воскресшего из мертвых. То есть подряд весь стих, за это в заголовок идет, оно не вмещается, поэтому там точки стоят. За 2 ноября 2017 года. Михаил Кальмаев. То есть какие пришли письма, отзывы под разными роликами, я их тут беру, если считаю нужным. К сожалению, официальная церковь в том виде и образе, в котором она предстает в настоящее время, не принимает книги Игнатия Тихоновича. Конечно, некоторые из клиры Московской Патриархии и Русской Православной Церкви читают и даже озвучивают кое-какие мысли и выводы И.Т. Лапкина. Но делают это, стараясь не упоминать ими автора, боятся. К тому же традиции, обычаи и привычки очень сильны. А книги ломают многие традиции, делая их ничтожными в глазах человека, понявшего суть веры евангельской, смысл плана Божия по спасению человека. Я делаю такой вывод, что книги работают, что очень хорошо, но примет ли их М.П. Московской Патриархии, не знаю. И на сегодня, можно подумать, не примет. Но это по-человечески, а вот как по-божьи. Все же, назначая до суда Божия того или иного человека святым, неправильно. Требуется благоразумная осторожность и честность при рассматривании жизни человека. Московская Патриархия пожинает плоды своей неевангельской деятельности, как это происходит с именем последнего императора, так и во многом другом, и это еще не конец. «Православие без Христа, но с Николаем II» – это и есть русское православие. Фильм «Матильда», как лакмусовая бумажка, проявил лицо православия в России сегодня. Лицо это монархическое и имперское, но никак не христианское, не христово. 1 Коринфян 4.5 «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога». Вот все анафемы и все прославления эти вот на этом стихе и споткнулись. Не судите никак ни святости, ни плюс, ни минус, пока не придет Господь, а Он еще не пришел, который осветит, то есть перед всем миром будет явлено. Те, которые канонизировали, окажутся в аду и наоборот. Галина Влеско. «Мир вашему дому». Игнат Тихонович посмотрела ролик о посещении в лечебнице Анастасии Дробот. «Хочу сообщить, что нет онкологии у меня. Мой пока только апистархоз, но с помощью Христовой, молитвами и правильным планом моего излечения, чувствую свой организм намного лучше. Продолжайте поминать имя мое, как болящую». Галина Галина описала для всех сообщение о том, какими маскировщиками могут быть паразиты. И у нас катастрофичная ситуация по питьевой воде, по рыбе, об сково бассейна. И люди десятилетиями маются болями в области печени, леча холесистыиты, гастриты, дуодениты и прочее, в дальнейшем заражая воды и погибая от онкологии. А причина, однако, критичная недоступность современных диагностических средств на амбулаторном этапе и закисленная, мощная, окружающая, паразитарная грязь при модном, в кавычках, вредном питании. Ваши ресурсы миллионные, поэтому писала, чтобы вовремя помочь. Махни рукой на своих паразитах печени и, возможно, онка на исходе. Еще раз, вся тыква и вся свекла очень экономна и полезна. Возьмете меня летом в деревню под свое огромное крыло. Работаем. Аминь. И с Богом. Я пишу, да, с радостью. Она снова вышла. Благодарю. И Надежда Васильевна все-таки поклон от меня. Молимся и радуемся. Здравия и спасения всем вам, любимые христиане. Дорогой наставник. Передайте всем своим, а они другим, что всегда рыбу любую. Володя, слышишь? Она говорит, варить не менее 30 минут, а мясо любое от 2,5 часов не ниже. Слава Иисусу Христу! Бог в помощь! Благословите. Просит благословения сестра, потому что батюшка приезжает. Она просфорня у нас. Каждый раз. В пятницу, если она просит благословения, значит, батюшка приезжает. А 2,5 часов ниже нельзя. Это варить столько. А у нас мяса-то нет. Так. А рыбы не менее полчаса. Закон здоровья в современном мире. А я считаю так, что если там есть, ну, разрезал там кишки, что, да, может быть, и раньше все подохнут эти. Кто там есть? Апистархоз, червячки-то. Закон здоровья в современном мире. И никаких, никогда сыра, копченой и сухоедений. Барнаул пьет воду ниже нас и новосибирцев. Понятно, не хлебом живем, но не могу молчать, так как врачом поставлено «Спаси и сохрани Христос». То есть, они вот оправляются, туалетная, там, левотина, там, кишки, все это в Новосибирск, все это к нам плывет. Мы ниже. И что от них идет, это тоже к нам. Я дальше пишу. Потому что приближается память. 20 лет ровно будет. 13 декабря 1997 года первое богослужение прошло у нас здесь, на Ползунова 6. А 14-го первая литургия. И у нас там висит история и хронология. Я пошел, сейчас бумажки нигде нету, а бумага там приклеена у нас в притворе. Фотографировали, но как оттуда взять-то? Пришел домой и думаю, а где оно у меня напечатанное? Да где? Надо в Word перевести из книги для слова «Божия нету» и зарядить там какое-то такое слово. А какое такое редкое, там подумал, что там может быть. Ага, Слуцкий. Я туда зарядил, сразу раз выскочил. И вот я его скопировал и уже здесь начал копировать. Она не копируется. Я позвонил своему, кто надо мной тут, главный ведет, программист. Он взял на себя управление оттуда. Давай командовать. Посмотри, оказывается, тут когда я привез, неподсоединенный шнур. То есть, копировать я могу, а снять оттуда не могу. Ну, сделал, все сняли. И вот что получилось. История и хронология. Получение здания для богослужения улицы Ползонова 6 и 6а. 6 марта 1997 года. Решение Алтайского краевого суда о возмещении ущерба 55 миллионов 51 тысяча 384 рубля. А то вместо 11 миллиардов причитающихся за погубленную прокуратурой религиозную панатеку Лапкина Игнатия Тихоновича в 1987 году. 10, то есть 15 октября 1997 года, там март, а так суд прошел, там пока утверждали, ИТЛ предложил главе Женодорожной администрации Петрову Юрию Михайловичу дать нам комнату около 100 квадратных метров, так как у администрации денег для отдания долго нет. Я предложил. Теперь я предложил 15 до 23, 10 тоже, 10 октября 1997 года, Баварин Владимир Николаевич с Луцкому Леониду Яковлевичу, а так коммунальное хозяйство города Барнаула, начальник большой, проработать вопрос по изысканию отдельного помещения для религиозного проповедника Игнатия Тиховича Лапкина в пределах 100 квадратных метров, номер 233. Вообще-то это здорово. Вот такое вышло. Это Баварин, глава города. 28-го, 10-го, 97-го. То есть назначают, меня вызывают. Тут 5 дней прошло между этим. Мне дают человека, уже пошли. Да, был Зверевы, Тарасна, а тут Слава Милосердов. Ну, это тут тоже. Осмотр здания с Милосердовым. Валерием Николаевичем, значит. Я говорю, согласен. Помню, как привезли меня сюда на машине, ехали в том направлении, с управлением. Он говорит, ну, зайдите, посмотрите. Я говорю, где? Здесь он, вот это здание. Я зашел, закрыто. В окно заглянул, там плохо видно. Я говорю, это целиком здание? Ну, да. Я говорю, а во дворе этот стоит-то где-то? Там кто-то через мою территорию ходить будет? Нет, это тоже с этим вместе. Как, два здания? Ну, да. Я говорю, согласен. А мне, Саи говорит, надо было маленько поломаться, сказать, не согласен, чтобы я его говорил, чтобы тверже был, еще чего. Нашли клоуна. Теперь 10-го, 28-го были, а теперь там одна из них, Полянская, тоже коммунальное имущество, пишет уже мэру городу Баварину. 30-го, через 29-е, ну, и через два дня. Комитет по управлению имуществом рассмотрел просьбы религиозного проповедника Лапкина Игнатия Тихоновича о предоставлении нежилого помещения для проведения культовых мероприятий. Предложена улица Ползунова 6, площадь 160 квадратных метров и 65,8 квадратных. То есть я просил мне хотя бы 100, а они дали 220. Опять. Осмотрел указанное помещение и выразил полное согласие. Я даже не знаю, каким светом-то здесь это показать-то, эту радость-то. Ну, вот такой радостный свет сделаю. Всех на молитву о доме, это я из дневника. 13-го, уже не октябрь, а ноябрь, вызов Петрова, Железнодорожная администрация, предлагают аренду на 50 лет. Аренда этих помещений. Я вот каждый уже 20 лет прошла, а через 30 лет, да у меня же 30 лет-то не будет. Ну, тут что угодно можно делать. Я пишу опять обман из дневника. Особую помощь ходатайства оказал Овчинников Владимир Петрович, советник главы города Барнаула Баварина Владимира Николаевича. 19-го ноября, 13-го, а то через неделю почти, на приеме у Пороскуна, прокурора края, генерал-лейтенант, прошу его походатайствовать перед Бавариным, перед главой города, о доме, что он и сделал, позвонив и мне о том сообщил. Прокурор Алтайского края, а то зазомбировал я его, и он вот, пожалуйста, в кавычках, зазомбировал. Вызов Петрову, комиссия 5 человек. Решают, дом не отдают. Я тогда вышел прямо оттуда же, я говорю, дайте мне позвонить. Я позвонил в Кровую прокуратуру, я говорю, Юрий Педорович, сейчас же прям немедленно позвоните, надо им. И он тут же сразу им позвонил, они еще не разошлись. Звонок Пороскуна Юрия Педоровича, в Железнодорожную администрацию. А то когда было, 19-го, 21-го, меня вызывают к Баварину, и говорят, мэру города, отдают дома. Я даже не знаю, каким тут светом-то показать, таким же радостным. Фото с Бавариным, Владимиром Николаевичем. Он приезжает, приехал фотокорреспондент, приехал, кажется, Волобуев, это старейший у них там работник Алтайской правды, губернской, и фотографии там мы стоим, и тут Слуцкий, и этот помогал мне советник главы администрации Овчинников, Владимир, и мы напротив этого здания, вот здесь с этой стороны. Потом, давай по рукам, этот мэр города говорит, что все закончено, сам смеется, доволен. Вот. Я говорю, давайте. А потом мы обнялись и поцеловались. Это вообще. Ну, как Брежнев с Луисом Карваланом. А кто Брежнев? Ну, конечно, он. А я Луис Карвалан, тот из тюрьмы, я из тюрьмы. Ну, сходится. Тот любил целоваться. Но интересное главное, когда меня вызвали в городскую администрацию, мы оттуда выходим, машина стоит, мэр города сидит с шофером, а я с корреспондентом Волобуевым, Александром Павловичем, сзади. И он как повернулся ко мне, и всюду, а ехать тут и не так далеко, несколько кварталов. И он обернулся, я как сейчас помню, это вы в моем городе живете, а он мэр города, в моем городе. Я пропустил мимо. Ну, да. А я про вас и ничего не знал. Как же так? Да ваше имя в аналог города будет записано. Вот это да. А почему? Овщинников. Болеет теперь он там. Вот. Фото с Бавариным, если это в газете было, Лапкин предпочел храм недвижимости. Это в книге «Для слова Божия нет уст». Ну, можно там просчитать. Дальше. Акт приема передачи нежилого помещения в удовлетворительном состоянии от ЖУ-3 центрального района города Боржавула, улица Ползунова 6 и 6А. 22-го. Значит, это 21-го приехали мы, а 22-го на следующий день. Наши дежурят на Ползуновых. Ключи отдали. Игорь Дыбунов и Костя Малютин. 22-го. 23-го. На санках везем уголь с улицы Никитина, 147, квартира 1. Тут-то нет ничего. 25-го. Через день Лапкин Игнатихич просит выселить с имуществом освод спасения на водах. Они тут приходят, еще гуляют. Еще через день. 27-го. Постановление судебного заседания ЖД района. Из-за отутсия денежных средств у ответчика решения Алтайского кровавого суда исполнить невозможно. И дали мне судебный пристав. И она говорит, арестовываю все счета. Ни один учитель, никто из бюджетников не получит ни копейки, пока с Лапкиным не рассчитаетесь. И вот это все сдвинуло. С предложенным вариантом исполнения решение суда передать собственность Лапкина Игнатия Тихоновича нежилые помещения улица Ползунова, 6. 160 квадратных метров. И Ползунова 6а. 60. Там 65, а тут 60. Вот это же. Не оторвали же они их. Ошибочки. Уже 27-го опять же. За номером 847. Письмо Баварина-Лапкину. Вот это часть письма. Я искренне рад, что крестовозвиженская община, которую вы возглавляете, теперь будет иметь место постоянных встреч и молитвы. Он был Порторгом моторного завода. Желаю вам иметь последователей верных Слову Божию. Но вообще-то мэр города Порторг пишет каторжнику, зэку. Вот представьте. Ну, явно дело, что нигде этого нет. А если кто знает, дайте мне знать. Я думаю, никогда этого не было. Когда приходит человек из тюрьмы, из лагеря, его наоборот гнобят. Я знаю даже, в настоящее время. А здесь нет. Все ко мне расположены. Почему? Благодать Божия. Когда путь человеку угоден Господу, он и врагов его примиряет с ним. Соломон пишет. 4-го, 12-го, это уже декабрь пошел, постановление администрации Барнаула за номером 1374. И учитывая большой бескорыстный вклад Лапкина Игнатия Тихоновича в возрождение духовности, работу по воспитанию молодого поколения в духе патриотизма и любви к родине, просветительскую работу в учебных заведениях города Барнаула, то есть 5 университетов, школы, милиция, воинские части, все мои были. Это всех зазомбировал. Работу, проводимую в пеницициальных учреждениях, тюрьмах, постановили, постановили, постановили. Вот теперь это я могу показать, что раз постановили, значит, это вот таким выделить шрифтом не в 20, а в 26. Вот так. Вот так. Передать собственность Игнатия Тихоновича Лапкина здания в счет погашения задолженности Железнодорожного района перед последним. Атарайон, городская администрация, они свалили на нее, а она должник стал, а КГБ в сторонке. Четвертое, опять же, мировое соглашение администрации города Барнаула и администрации Железнодорожного района, как должники перед Лапкиным Игнатием Тихоновичем передают собственность Лапкина Игнатия Тихоновича здания муниципальной собственности. И дальше, Лапкина Игнатия Тихонович принимает указанное здание решения суда прекращается и не может быть таким сладким цветом. Принимает указанное здание, я принимаю, решение суда прекращается и не может быть насчета вновь, то есть они уже устали. 11 лет я их трепал, приставал, ходатаясь, всех поднял, университеты, ректора, ну все, кто только мог, все уже заступались, и редакции, и газеты, статьи на заборах, на стенах писали, и первые секретари райкомов партии, все поднялись, это еще, это 97-е уже решение было, которые заступались. Дальше, это 4-го, 8-го, повторное постановление дали с правом пользования земельным участком, вот оно где, на котором, а они, дома расположены со своими, со всеми постройками, пристройками, а сегодня не верят, земля, говорит, ваше, а здания нет, ну это вообще, ошалели, двоечники везде стоят-то, с правом пользования земельным участком, то есть, я могу здесь строиться, на котором они, дома расположены, ну вот, еще сказать на это, я сейчас выделю это дело-то, по 26-е, и тоже таким светом, дальше, это 8-го, 9-го, директор БКТС, телефонной станции, Барнаульской государственной телефонной станции, Петрачков, Баварину, телефон, 24-38-46, то есть, он здесь был, в осводе, будет переименован, поставлен, то есть, ну, на меня перевели, и все, 10-го, номер 255, газета «Алтайская правда», четвертая страница, заголовок, «Лапкин предпочел храм недвижимости», очень сильная газета была, это статья, Логинов, Олег Павлович, большая статья с фото, Баварин, Владимир Николаевич и Лапкина, и Тетя Иханович, ну, это 100 с лишним тысяч экземпляров, газета-то не какая-то, краевая, теперь-то поменьше, 13-го, суббота, первое богослужение на Ползунова-6, 14-го, декабря, 97-го года, воскресенье, первая ритургия на Ползунова-6, вечерняя на новом месте, 19-го, номер 8, 696-97, Параскун Юрий Федорович, прокурор Алтайского края, Лапкину, в настоящее время БТИ оформляются документы на право собственности и пользования помещениями, прокуратура, это, увещай, не увещай, это уведомляет меня, оформляются, 28-го, это уже, как это, это, кажется, 28-го, это 12-го, а тут 0-5 написано, тут ошибочка, постановление администрации города Барнаула, перевести нежилые строения в жилые дома, расположенные на участке, 1365 квадратных метров, то есть 13,5 соток, 28-го, я тут не пойму, почему 5-й-то указывается опять, 3-35, пристроим, какое, площадь, такое, с секциями, такими-то, Баварин, мэр города, вот все, так это 98-й год, правильно-то, Даня, ааа, там 97-й год был, вот это, Параскун-то, вот это все, а это уже полгода прошло, постановление администрации Барнаула, перевести нежилые строения в жилые дома, это очень трудно было, но платить везде надо было, но мэр города только звонил за меня, куда бы ни пошел, мэр города, Баварин, Владимир Николаевич, все-все-все сделаем, сделаем, он был очень уважаемый, входил в десятку лучших мэров России, и 28-го мая на улице Ползунова, что, с секциями, совсем-все, мэр города Барнаула, он ходатайствовал, вот чудо Божье, и когда он погиб, я до 12, наверное, часов названия узнавал, верующий, он не верующий, все сказали верующий, верующий, он там где-то ребенка крестил, после показали фотографию, я позвонил главному редактору, шепчу к Ольге Николаевне, алтайская правда, она говорит, верующий, бессомненно, и я помолился тогда, упокой его, Господи, в обителях небесных, и сейчас это же говорю, вот, Галина Блестко, да, какие веховые даты основных событий, это 21 ноября, 4 декабря, и 19 декабря, благодарим нашего Бога, за столько милости, от Него нам грешным, Юрий Соболев, истина, чудо Божье, я, Игнатий Тихонов, частенько вспоминаю эту историю, передачи вам домов, и утверждаю в том, что это чудо, Божий промысел, таких примеров много ли, в новейшей истории, Антон Пьянкин пишет, спаси Христос за ваши стихи, Божьего благословения вам, дорогой Игнатий Тихонович, с возвращением в Барнаул, вы считали новый катехизис, который я вам отправлял, что можете о нем сказать, я отвечаю, не помню, а где и когда, Антон, летом, а, да понятно, вам там было совсем не до того, чтобы считать 350 страниц, повторяю сообщение, по благословению, святейшего патриарха московской, всея Руси Кирилла, стенодальная библейско-богословская комиссия, сначала была просто богословская, а потом добавили и библейская, а то тоже интересно, опубликовала для общесарковного обсуждения проекта катехизиса Русской Православной Церкви. Идея создания современных катехизисов впервые прозвучала на Архиерейском соборе 2008 года. В постановлении о вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви было сказано, признано важным начать работу по созданию современного катехизиса Русской Православной Церкви. Пункт 21. Через год после проведения собора Священный Синод поручил Синодальной Богословской Комиссии, позднее Синодальной Библейско-Богословской Комиссии Слово Библейско-это вот они не включили, а сейчас включили. Начать подготовку современного катехиста Русской Православной Церкви Журнал номер 62 27 июля 2009 года. В работе над текстом катехисты принимали участие ведущие богословы Русской Православной Церкви, как из числа членов Синодальной Библейско-Богословской Комиссии, так и из числа приглашенных к участию профессоров духовных академий, специалистов в различных областях богословской науки. Работа над первой версией текста катехиста была завершена в январе 2016 года. На пленарном заседании 29 января 2016 года Синодальная Библейско-Богословская Комиссия нагласно приняла проект катехиста Русской Православной Церкви. Ну и дальше, вот читайте. Предстоятели самоуправляемых Теперь пишут адрес. А отзывы на проект катехиста можно присылать на адрес электронной почты. Желательно, чтобы в них содержались конкретные предложения по исправлению или улучшению текста. Отзывы принимаются до 1 ноября 2017 года. Я пишу. Отзывы принимаются до 1 ноября 2017 года. А сегодня уже 2 ноября. Опоздал. Да если бы не опоздал, то нет у меня веры в то, что кто-то прислушался бы к сказанному им. В символе веры необходимо вернуть по отношению к Духу Святому слово истинного и в Духа Святого, Господа истинного, животворящего. Истинного необходимо обязательно вернуть. Это ник он убрал. А для чего вообще нужен именно новый катехизис, когда уже он был столько лет? Я спрашиваю. Так выборочно пробежал его и сразу же нашел несколько моментов, где можно было бы сказать, как, например, убрать слово мирянин, заменив его на христианин. Нет такого слова мирянин. Мирянин это неверующий. То есть мирской. А дружба с миром вража против Бога. Чтобы всех прищищать, как и священников, в алтаре раздельно тело и кровь. Это что надо внести туда? Полагаю, что ни одно замечание они бы и не приняли. Им мешает их звание и должности. Если бы они были просто верующими христианами без этих верик на своих душах профессор, академик, доктор и телахта, то можно было бы до них достучаться. А так удар молнии в трухлявой, сырой и гнилой пень ни дыма, ни жару. Обидятся еще. Да еще к тебе придерутся, начнут преследовать через местных невежд. Дворки на тебя науськают. Им не нужно сто процентов. Им же нужно сто процентов единомыслия по всем вопросам. А из того, что они тут в проекте пока принимают, доказать же по Святой Библии и два лист умеет хотя бы процентов на тридцать. Плотской ум, он как деревянный, не может вникнуть в то, что духовное. 1 Коринфянам 2.14 Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надо бы насудить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. И 1 Коринфянам 2.12 Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога. И 1 Иоанна 2.27 Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, катисизисы разные, но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно, и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте. Вот я когда беседую с такими, которые много знают, а откуда вы это знаете? Вы же не учились. Не учился, я на молитве все это получил. Я говорю, а у нас, как я говорю, у вас неправильно. Неправильно, вы эту неправду передаете. Я всегда говорил, крестное знамение совершать на лоб и на чрево, на пуп, на право и на лево. А везде писано было в этих катехизисах, в законах Божьих, на грудь освящения чувств. Причем тут чувство освящения, когда крест на Христов. Что касается креста. Вчера на меня вышел католик, православный, говорит, уже я стал. Ваши ресурсы смотрю. Немец из России, русский немец, говорит, я. Вот. Я записал ролик. Ну и так и далее. Никита Колесников пишет. Сегодня после обеда закончил колоть дрова Игорю Барабашу. Больше чем полторы телеги. Два с половиной дня по шесть с половиной часов в день. Шесть с половиной. Научился математику. Он в это время с Терентьем и Еремой меняет шипер на крыше. Вместо него профнастил. Где меняет на крыше, не сказал. У себя, наверное. Батюшка занимается делами. Все колют овец. Иногда Вова Плотников появляется за оградой. Увидел, что я работаю, еще и девяти утра нету. И тоже свои дрова колет. Астана и деревня как вымерла. Ни души. Будто... Нет. Тепло, как весной. Натрудился здорово. Даже трясет, будто маленько. Хорошее ощущение. Бог дал сил. Ничего не болит нигде. Минаева Люба звонила уже два раза. Прийти, помочь с компьютером. Вчера с Терентьем привезли земли с глиной на бобровую нору, незасыпанную. Завтра пойду саманить. То есть, третьего ноября сегодня. Работа еще есть. Жду, когда починят машину Ромину, чтобы вместе выехать в город. А для того, чтобы машину куда было поставить, тогда уже позавчера Володя ушел у меня на работу, я стал смотреть. Тут сильно много места занимает она. И снег надо как-то... Тогда я что сделал? Здесь у нас стоит ковры, как бы хлопать. Ну, железная рамка такая широкая. Я выкопал ее, развернул в другую сторону. И тут был шиповник, спилили. Теперь я взял ломик, сечку и начал выковыривать, полностью выковырнул ее из земли, все выкорщивал. И тогда с другой стороны стал делать. Там вишню тоже спилили, выкорщивали, до конца все. Я один тут был. И, думаю, вывозить не буду, тут соседи сидят на крыльце. Ну, думаю, Володя придет, уже темно. А, давай повез. Нагрузил полную ванну и вывез. Николай Склеренко Письмо настоятелю в Бельбурне, в Астралии. Отец Михаил, слова литургии, направленные Господу, нельзя менять по ветрам мира сего. Но слова, направленные людям, то обязаны доносить до сердец. Зачем охранять одно и удушать другое? Не так ли делали фарисеи? Видимо, он ему уже ответил, что слова литургии надо делать так, чтобы не по ветру, а то поймут. Надо, чтобы непонятно было. Иначе живительные воды Духа Святого льются на незасеянную пашью сердец в самый момент предстояния перед Господом ангелами и святыми. Сеясь корень маловерия, неверия, суеверия, раболепия и махровой теплохладности приходит. Награда же сеятелю, а семена есть слова живые. Поливаете, а не сеете. Мало сеете, десятину смятые и метины, а Господь собирает там, где не сеял. С чем придем к Господу? Надо и то делать, и того не упускать. Прекратите воевать против Господа, поставьте толкователя. Начните считать Писание на понятном людям языке. Это ключ к единству веры. Ведь все предыдущим Господним, когда все вместе. Я не критикую, для меня это просто боль вслух. Идти мне некуда. Меня Господь припер к приходу. Я рад бы сбежать, но не могу. Знаю, Господь благоволит к вам и говорил через вас. Некоторые проповеди изменили мою жизнь. Кому он отпишет, это я не знаю. Я вам и про свечи, и про многое другое раньше пытался донести, но теперь же речь о корне. Впрочем, вы меня не слушаете. Я вам никто. Вы мне никто. Мы вообще чужие друг другу люди. Так уж повелось. Такая у нас церковь. Так мы служим Господу, жадно свое любя. Церковь людей на зарплате есть. А где церковь, рожденных свыше? Сколько прошу, где они? В мирских хобби-клубах любви промеж людей в сто раз больше, чем в нашем приходе. Собаководы или филателисты могут научить больше любви, чем православные. Хорошо живем. Что за плоды являем миру-то? Где ученики, являющие любовь? Перешлите эти слова епископу, если он вообще существует в природе. Церковь Христова есть древо, уходящее корнями в небо, и являющее плоды на земле, а плоды никудышные. Где смотрящие? Умер и не воскрес. Пусть слугой будет тот, кто хочет быть большим среди вас. Не так ли? Епископу надо одежды свои порвать и десять лет стоять соглашенными. И мать пусть купит себе глазную у Господа, а то совсем не зрячий. Давайте хотя бы считать на русском глаголы жизни вечной. Может, Господь и смилуется? Сидим на сундуках с золотом и не имеем никакого прибытка, в то время, как нищие вокруг жируют. Благословилось, Господь, дорогой отец Михаил. Прошу обличения и милость, если видите в мыслях моих заблуждений или хулу. Настоятель и, похоже, даже епископ признают необходимость чтения на русском языке. Ура! Но теперь отговорка направили на рассмотрение синода епископов. Ждем еще сто лет. Я предложил читать писание на церковно-славянском, а потом на русском. Как бы толкователя прибавить, но не замещать. И, возможно, это сработает, потому что это помогает не просто слышать писание на понятном языке, но и изучать церковно-славянский. Возможно, неплохой выход, чтобы обойти церковное крючкотворство. Скоро будет известно. И вопрос. Скажите, РПЦЗ отреклась от вас? Как обстоят дела? Это я не пойму, к кому он относится. Никто никого не отрекался. Они приняли там постановление, что приходов нет. Бумажку им надо написать. А они есть. Приезжают и поминают. Никто не... Ну, как отреклась? То есть, в списках нету. Вот и все. Рустам Гусейнов. Игнат Тихонович. В храме, к сожалению, только залетные прихожане. Тот в Австралии пишет, а этот в России. Которые для благодати ходят. И нищие, и бездельники, и лентя, и лицемеры. А тот, говорит, нищие жируют. Одинаково все. Это основная масса. Священники, как вы сами можете догадаться, какие? Есть исключения. И то они на духовные темы пассивные. Действуют только в определенный храм, как дозволенности епархии. Буду ходить в храм. Я не ходил. Я говорю, ты ходи в храм. Буду ходить в храм только по воскресным дням. А в остальные мне там делать нечего. Смрад, смердит. Бабушка ко мне одна как-то подсела. Да все про чудеса там с иконами. Начала свое выдвигать. А я ей про Слово Божие, про святых в церкви. Так она еще на меня так косо посмотрела и сказала, а вы вообще-то православные или кто? Что? Для вас чудеса не авторитет? Тошнит. Старая, а уже одной ногой в могиле. А нет, ей чудеса подавай. Бедных лентяев валом. Возраст. Работать и работает. Руки, ноги есть. Нет, они на халяву ходят. Все, деньги им подавай. Невозможно сосредоточиться на молитве. Смрад, балаган. Священнику позвонил договориться об исповеди и причастии в воскресенье. А он мне, ну, наверное, можно. Опять рамки, опять ограничения. Без фанатизма, а то в прелесть пойдешь еще. Так случилось, что я одинокий и без Бога уже не могу жить, но вариантов мне Бог не дает других. И вряд ли это все проблемы в моей же голове. Вас самих таскали и по тюрьмам, и по психиатрическим лечебницам. Вы говорили, за что? Да за веру, конечно, не за пассивное посещение храма по воскресным дням, а за проповеди, живые проповеди за распространение архипелага ГУЛАГ, начитку распространения Иоанна Златоуста. Вы как-то говорили, что одинокие не приживаются. Так вот, я-то одинокий, поставленный как праведный лот в развращенную среду без права на здоровую общину. помолитесь за меня грешного, недостойного раба Христова, чтобы Бог мне предопределил миссию для него. Александр Мальясов, Игнатий Тихонович, дорогой мой человек, помолитесь с братьями перед ликом святым Господом и Богом нашего Иисуса Христа за роженницу Анастасию, тяжелое состояние после родов, с ребенком все хорошо, это племянница моя, спаси Христос. Утром пишет, спаси Христос, Игнатий Тихонович, все нормализовалось, слава Богу за все. Ну, сегодня не буду трогать вопросы-ответы, так было много. На этом все. Субтитры сделал DimaTorzok